друзья я приветствую вас меня зовут дмитрий морозов а это мой канал который называется технология охоты сегодня ночью у нас прошла метель выпал снег причем снег сырой мокрый поэтому я не рискнул на своей рабочей машине заезжать куда-то там в лес для того чтобы снимать новое видео поскольку в принципе я если бы я был сегодня на охотничьей своей машине я бы конечно мог спокойно заехать бы и снять на ниве но я сегодня на хонде поэтому рисковать и заезжать куда-то в сугробы с мокрым снегом наверное было бы непредусмотрительно с моей стороны вот поэтому сегодняшний обзор у нас будет проходить вот в моем офисе непосредственно пока у меня вот обеденный перерыв я решил его снять а на обзоре у нас сегодня берон ты чё жрешь там а на обзоре у нас сегодня вот такое вот замечательное интересное ружье турецкого производства а то arms него ну наверное в принципе вы в курсе видели в магазине видели его на сайтах да вот и вот о нем и поговорим сегодня конечно несмотря на то что производство то этого ружья турецкая фактически разработка этого ружья вся конструктивная технология этого ружья она принадлежит итальянцам фактически это по лицензии выпущенная та же самая бенели монтефельтра точнее скажем даже не то что по лицензии выпущена да а это фактически копия бенели монтефельтра выпущенная на турецком заводе а то arms но давайте немного с более раннего времени немножко к этой теме зайдем это еще с первых турок которые появились на рынке на продаже вообще в россии и в европейских магазинах первые турки конечно были очень очень слабые появились когда они фактически были это как одноразовые ружья это бумажные я так называю оружие которые можно было использовать как вот небольшое время и конечно в первую очередь у них были проблемы и с металлом сплавами стволов и проблема была с тех с механикой оружия давно очень много именно разработок было именно самих турецких то есть это новые свежие сырые разработки но прошло время и встал вопрос качества оружия почему потому что его не стали покупать и в россии не стали покупать и правильно сделали поэтому через какое-то время турки решили обновить свое производство улучшить качество и в первую очередь они сделали наверное самый главный шаг в улучшении качества это приобретение лицензии у знаменитых итальянских европейских брендов на производство вот их оружие под своей маркой но конечно при производстве оружия да по лицензии скажем так тем более не просто по лицензии а копии этого оружия пришлось улучшать технологии свои улучшать производство потому что это требовало в первую очередь именно сама лицензия сама само предприятие который выдавал эту лицензию на производство этого оружия то есть вот в частности допустим бенели были такие конечно производству как углу которые вообще сыпались там безобразные до вопросов очень много было к этим оружием и ну надо сказать и сейчас очень много вопросов к этому к этим оружием остаются да и сейчас они не считаются какими-то какими-то надежными ружьями но в отличие вот от таких ружей как ата arms neo ну а ата сама по себе это совсем другое дело это них углу это не какое-то там дешевое производство фактически вот если рассматривать вот эти ружья особенно от anew это фактически возможность за умеренные деньги купить ружье практически копию дорогих каких-то брендовых ружей относительно вот брендовых ружей цена вот эти вот этого ружья в три раза дешевле в четыре раза дешевле конечно эта цена больше чем наши вот там мр кида 155 допустим тоже но все-таки она остается в пределах разумных пределах доступности для многих покупателей и эти и это ружье можно рассматривать как представителем знаменитого бренда представителям да на турецком рынке в том числе и на нашем российском рынке рынке фактически еще расскажу что покупая вот ата arms neo вы покупаете бенели манты фильтра у нее даже запасные части подходит от бенели даже чоки и в принципе если у вас произошла какая-то поломка у вас нету запчастей на турецкие ружья да в магазине вы можете поискать запасные части на бенели манты фильтра и спокойно поставить на это ружье любую запасную часть в принципе то же самое и относительно бенели если вы владелец бенели манты фильтра вы можете если у вас нету запасной части какой-то вы можете спокойно покупать на ата arms neo и ставить на свое ружье они будут взаимозаменяемые и все будет работать прекрасно и тут конечно опять же повторю появляется вопрос по качеству поскольку производитель обязан выполнять условия лицензии которая предоставляет бенели до турецкой компании поэтому качество у них достаточно хорошее вообще надо сказать в течение производства это ружье также проходила модернизацию вот частности например хвостовик у ствола вот здесь вот он выполнен был коротким вот таким наверное примерно да там внутренняя часть понимаете о чем я он был короткий и это создавало определенные ситуации в надежности до терялась то есть короче были проблемы с этим хвостовиком с механизмом сейчас он удлинен в соответствии так как это должно быть именно на самой бенели то есть произведена модернизация полная копия вот этого ствола и сейчас вот все недостатки которые были в работе вот механизма вот этого ружья они все исправлены и работает ружье просто ну я бы сказал великолепно вообще каких-либо проблем в этом нет исключая только мелкую навеску все это пошло на плюс конечно этому оружию и сейчас оттанил является фактически лучшей турецкой пятизарядкой которую можно встретить на российском и на европейском рынке я просто в этом уверен до стоимость чуть больше чем стоимость вот остальных турецких ружей в основном но все-таки это ружье итальянец вот и поэтому но эти это небольшая разница в цене она стоит того чтобы за нее заплатить конечно разница в материале разница металлов сплавах конечно будут отличаться от итальянских ружей конечно скорее всего это не будет настолько выносливое ружье вот именно в плане ствола как итальянец и допустим как легендарные какие-то вообще в принципе итальянские ружья и как нас что же там тос 34 допустим это ружье немножко конечно уступает всем этим ружьем но я думаю что в принципе при нормальном использовании при условии что ствол будет держаться до сохранять свою работоспособность все остальное будет работать ружье и я думаю что это ружье прослужит мне в принципе ну всю мою жизнь и если это ружье покажет себя достаточно надежным в плане именно ствола я думаю что я его продавать вообще не буду никогда ну разве что если обменять на сам на саму бенели монтефельтра наверно тогда бы может быть поменял бы давайте наверное перейдем вот к работе самого ружья с этим ружьем я достаточно много тренировался на стенде но я хочу сказать что выстрел достаточно легкий комфортный нет такой сильной мощной отдачи ружье при выстреле не ведет если правильная вкладка да не ведет ружье не вправо не влево там сильно не подбрасывает то есть очень достаточно хороший комфортный выстрел так как у должен быть у итальянского ружья его вообще в принципе не обязательно вот прижимать к плечу не обязательно прям крепко вот так вот держать в руках когда стреляешь да вот как можно легко его придерживать держать такой не напрягаясь до при стрельбе и это для вас будет комфортно и это не мешает перезарядки ружья многие говорят нужно держать ружье и над инерционные ружье жестко чтобы перезарядилась нет это ружье с легко перезаряжает в принципе все рабочие навески ну наверное исключая может быть 24 грамма об этом еще поговорим а звук работы также отличается здорово вот от звука работы того же мр-155 во-первых при выстреле нету вот жесткого лязга который происходит очень часто вот на мр-155 то есть когда стреляешь из мр чувствуешь вот вот эту жесткую работу металла механизма слышно как перезаряжает ружье для тех кто вот много стреляет да то замечает вот эту работу в сэм и так далее в этом ружье гораздо все происходит мягче гораздо проще нету вот этого жесткого железного звука при срабатывании механизма это конечно заслуга и того что это ружье все-таки инерционное во первых а во вторых все-таки это конструкция бенели в этом тоже заслуга но на но в этом ружье есть и свои плюсы и минусы например также как как я уже сказал это ружье более чувствительно вот к навески дроби например думаю что спортивные патроны 24 грамма на этом ружье все-таки лучше не использовать все-таки использовать 28 грамм потому что наверняка все ружье не сможет пережить перезаряжать 24 грамма кроме того я советую вам не использовать на этом ружье и патроны высокой навески то есть магнум полумагнум тоже не использует не стоит использовать на этом ружье на этом несколько причин ну в первую очередь это все-таки качество ствола да мы не знаем точно насколько вот качественные стволы насколько они долговечны поскольку ружья это достаточно молодые их используют сейчас еще совсем короткое время мы не можем говорить там что будет через 10 через 20 лет по сути эти ружья не покупаются там на год на два на три эти ружья покупаются надолго поэтому хотелось бы конечно чтобы стволы работали точно так же как работают при при покупке до ружья и чтобы никаких изменений не было поэтому все-таки давайте будем щадить эти ружья и не использовать магнум навеску все-таки нужно рассчитывать что стволы похуже чем у итальянцев или у наших ружей к тому же вообще использование магнум патронов полумагнума в нашей ситуации она не имеет смысла как такового в нашей охоте и это навески больше для стальных дробей там и так далее но только не для наших есть еще один нюанс у этого ружья который я при покупке сразу не заметил и как бы не обращал на него внимание до тех пока не стал пользоваться этим оружием дело в том что вот это ружье оно рассчитано на пять патрон на пять штук но длиной патроника 70 миллиметров если вы используете патрон 76 миллиметров в это ружье войдет только четыре патрона в отличие вот mp155 до в мр как привычно говорить о ней входит все пять патронов 76 в это ружье войдет четыре патрона поэтому опять же использование магнум патрона вот 76 длины не имеет смысла поскольку да вроде бы как вы навеску патрона то увеличиваете но на самом деле патронов у вас остается всего четыре вероятность выстрела да и точного выстрела уменьшается ну фактически на 20 процентов этому ребята лучше использовать 70 патрон без всяких магнумов полумагнумов но лучше их будет пять штук при стрельбе особенно на гусиной охоте но надо сказать что и не только магнум или полумагнум и имеют длину вот и 76 миллиметров даже в основном то как бы магнумы да дело в том что есть и патроны которые имеют 32 грамма навеску но имеет длину 76 миллиметров например патроны рекорд вот у них длина патроника 76 миллиметров там двойка единица там тройка берете они все 76 миллиметров не знаю для чего это сделано на производстве рекорда но при пол получается что при покупке вот патронов для этого ружья нужно обязательно внимательно относиться именно к длине патрона для того чтобы у вас потом не возникали вопросы не было проблем с тем что вы не можете зарядить 5 патронов обращайте внимание именно на длину патрона для этого ружья если вы используете мр-155 тоже там нет никакой разницы там можно использовать любой длины патрон входят все пять штук а если используйте мр-155 я вот планирую в этом году вообще удлинить ствол до 8 патрон и использовать это ружье уже конкретно на гусиной охоте в остальных случаях использовать при стрельбе по утке там так далее использовать вот именно это ружье то что касаемо именно конструкции вот самого ружья значит ну давайте сравним опять же стоим мр-155 который вот у меня есть я поэтому сравниваю до многозарядки вот я хочу сказать что вот по конструкции по габаритам по ширине вот это ружье гораздо уже чем мр-155 кому-то вот цевьё допустим более узкая чем мр-155 с какой-то стороны это может быть удобно держать кому-то нравится потолще да но я считаю что вот все таки это то есть мр-155 это как я не знаю как пушка смотрится а это больше как как шпага наверное да то есть у нее цевьё меньше точнее уже как у бенели и она более изящно наверное что ли лежит в руке то чувствуешь более тонкую работу вот но кому-то нравится 155 вот поэтому я на ней также стреляю этим ружьем никаких проблем то есть тут дело привычки или кому что нравится в общем то никакого такого критичного момента я в этом не вижу длина ствола у этого ружья 76 сантиметров семьсот шестьдесят миллиметров я считаю эту длину самую идеальную и пусть кто-то говорит то что там кору более короче там разворотист или еще что-то ребята 5 сантиметров ствола вам не дают какой-то критической массы для того чтобы вам не развернуть ружьё поработайте с ружьем побольше потренируйтесь дома потренируйтесь на стенде я думаю что разворачиваться вы сумеете и с тем и с другим ружьем никакой не массы не длины там особенной 5 сантиметров ствола не дают зато они дают лучший бой как минимум на 15 на 15 процентов улучшенный бой по сравнению с семьсот десятыми стволами то что касается приклада в комплекте с ружьем точно так же как с mp155 идут прокладочки для того чтобы регулировать приклад пластик есть пластик да то есть если дерево можно подточить подогнать под себя еще что-то пластиковый приклад вы не сможете так доводить до 7 до своего как бы до своей комплектации так как нужно поэтому вот используются вот эти прокладки я использовал подрегулировал под себя мне стало стрелять этим ружьем удобнее хотя в принципе она сама по себе даже без каких-либо дополнения она в принципе была удобная но так будет лучше то что касаемо дульных сужений значит все чоки вот их комплекте три штуки идут до чок получок и нулевка все чоки они совершенно абсолютно подходят к ружьям бенели поэтому если вы видите в магазине допустим сужение продаются которые подписано бенели да вы можете смело покупать их составит на это ружье без каких-либо проблем но вопрос в том что стоит ли заморачиваться на этих всех вещах потому что ну вообще-то в принципе вот то что есть на этом ружье все работает прекрасно ну разве что если какой-то купить там с компенсатором что меньше чтобы меньше было вот этих поразительных разлетов дроби вот в принципе тогда можно было бы поменять но я из своей практики скажу так достаточно того что есть я поставил получок и с получоком охочусь уже два года или сколько там и проблем никаких не знаю у меня это ружье выполнено в пластике в черном пластике в принципе проблем таких особых с пластиком вообще нет ствол вороненный понятно что он пластиком не покрыт а все остальное вот таком достаточно приятный по ощущению пластик вот вот такие вот хорошие какие-то рельефные вот эти формы все они приятные на ощупь все это не скользит как бы все это вот работает вполне неплохо но есть вопрос один это если вы попадаете в грязь если вы попадаете в глину еще куда-то конечно вот эти все места они очень жестко очень быстро забиваются глиной грязью и потом мне приходится чистить это ружье но водой не смоешь и тряпка не сотрешь вот вот если глина набивается да вот вот рельеф поэтому приходится что я делаю я беру щетку как правило у меня зубная щетка есть в сундучке в котором я все храню вещи для чистки оружия и я значит вот зубной щеткой прохожу все весь этот рельеф для того чтобы привести оружие в порядок после охоты у нас в сибири не бывает чистой там природы такой что вышел пострелял горных речек у нас нет у нас глина у нас ил вот поэтому приходится вычищать это оружие для того чтобы привести его в порядок в общем вывод можно сделать такой очень неплохое ружье фактически лучшие из турецких ружей вот на данный момент поэтому я этим ружьем доволен и продавать я его не буду и планирую что я буду охотиться долгое долгое время дай бог если ресурсы ствола мне предоставят такую возможность конечно цена подороже чем наши там в два раза почти до дороже чем наши пятизарядки чем мр-155 тоже или мр-156 но если у вас есть финансовая возможность то это ружье действительно можно купить пусть она и самое дорогое практически из турецких вот все-таки это аналог итальянца и работает она очень очень неплохо это действительно хороший вариант историю ружью вот наверное и все об этом оружии дальше какой-то технические подробности там разбирать собирать там или там распаковку запаковку ружья я как правило не делаю не рассказываю об этом это в принципе вы можете посмотреть у других обзорщиков кто не стреляет а только распаковывает до оружие в общем у меня не забывайте что у меня есть инстаграм у меня есть группа вконтакте подписывайтесь заходите туда подписывайтесь можно пообщаться ну конечно подписывайтесь на мой канал вот под этим видео и кстати нажимайте колокольчик потому что говорят что без колокольчика сейчас не приходит оповещение о выходе новом видео это наверное не очень удобно поэтому жмите и колокольчик тоже всего доброго до свидания